Завтрак Это хобби? Да, это мое хобби Как долго вы этим занимаетесь? Больше 6 лет И сколько в копилке рецептов? Больше 300 Ваша семья завтракает? Конечно, это обязательно Сегодня что-нибудь порекомендуете нам на завтрак? Да, конечно, будем готовить с вами не сладкую овсянку с яйцом и авокадо Ну а пока мы готовимся, узнаем от нашего эксперта, для чего нужно завтракать Первое, это для того, чтобы разогнать основной обмен веществ Во-вторых, понижает риск сердечно-сосудистых заболеваний Также понижает холестерин Потому что если не позавтракать, происходит загустение крови То есть повышается артериальное давление, повышается холестерин Ирина, а что в вашей семье обычно кушают на завтрак? Обычно мы едим каши, как молочные, сладкие, так и несладкие, безмолочные Но акцент делается на вкусность или полезность? В первую очередь на полезность, но и вкусным тоже должно быть обязательно Что для нашего рецепта нам сегодня потребуется? Нам потребуется овсянка, обязательно от долгой варки, сыр сулугуни, яйца, помидоры и авокадо На 400 грамм воды берем 100 грамм овсянки и засыпаем в кипящую воду Есть какие-то секреты в отваривании овсянки? Особых секретов нет засыпать в кипящую воду и варить на очень маленьком огне Пока каша варится, мы займемся остальными ингредиентами Я чережу помидоры Ученые доказали, что люди, которые завтракают, имеют сильный иммунитет и редко болеют Прежде всего, завтрак должен быть питательным и состоять из белков и углеводов Поскольку белки являются главными строителями наших клеток, а углеводы отвечают за накопление энергии Каждое утро мы в основном готовим каши на наш завтрак Яйца, какой-то бутерброд делаем Если говорить по кашам, то каши советую варить сначала на воде, а потом уже в конце варки добавлять молоко Советую чередовать не только овсяная каша с утра, но и другие виды круп Почему? Потому что в овсяной каше находится фитиновая кислота В связи с которой происходит вымывание кальция из костей Поэтому стараемся чередовать И, зная этот факт, если вы в водрасте, то стараемся не чистить, используя на завтрак Согласитесь, утром не хочется думать о том, что готовить Поэтому намного удобнее будет составить примерное меню на всю неделю Так будет проще и питаться правильно, и свободного времени будет оставаться намного больше Если мы отталкиваемся от белкового завтрака, то у нас всегда должно присутствовать какой-то вид мяса, нежирных сортов и салат В основном используется куриное мясо, не только грудка, и морепродукты используются, нежирные сорта мяса Также, значит, если брать белково-жировой, то, например, бекон, яйцо, и к этому ко всему, естественно, салат Можно сделать из кабачков запеканку То есть, например, сыр будет как источник белка, овощи, источник витаминов, клетчатки Ирина, это какой у нас вот вид завтрака? Здесь у нас сочетаются все три вида, и углеводы, и белки, и жиры Овсянка – это углеводы, авокадо – полезные жиры, сыр сулугуни, и яйца – это белки и жиры Ну, а вот что касается объемов? Ну, вот мы с вами сварили 100 грамм овсянки, и этого хватит на двоих взрослых и одного ребенка У вас должен быть неплотный завтрак, то есть он не должен вызывать слабости, состояние сонливости Поэтому, в основном, практически для всех, если в граммах, то, например, 40 грамм сухого вещества варится, используется И грамм 100-120, если используете мясо Салат, ну, вы сами понимаете, салат – это клетчатка, она запускает наш кишечник с утра Естественно, все процессы и с иммунной системой у нас связаны с кишечником Ну, естественно, вы за час, да, просыпаетесь, чтобы успеть, все Поэтому в течение часа, если у вас будет зарядка минут 5-10, этого достаточно, чтобы проснуться, потянуться, да, взбодриться И провести какие-то мероприятия, да, чтобы привести себя в порядок и полноценно позавтракать Итак, подведем итог Оказывается, завтрак имеет колоссальное значение Те, кто пренебрегают трапезой, лишают свой организм нужных ему веществ и витаминов Завтрак заряжает энергией на целый день и запускает процесс метаболизма в организме От качества и количества еды утром будет зависеть ваше здоровье, фигура и продуктивность в течение дня И если вы готовите кашу, готовьте ее на воде, а только потом добавляйте молоко Наша каша готова, приятного аппетита Вкус отличный Питайтесь вкусно и полезно, и будьте здоровы Ну, а все наши выпуски Совета профессионалов вы сможете посмотреть на сайте Газовик.Инфо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова